Трабахархунто, вы мистас карганда, Бруно. Простите, мы правда должны работать вместе? Да. Что я должна делать вместе с этим делом? Для начала прошу тебя уважать своего товарища по работе. Итак, вы будете рекламировать нашу продукцию. А что это такое, Дон Бруно? Просто Бруно, ладно, а то я чувствую себя стариком. Идея состоит в том, чтобы охватить разные секторы рынка без посредников. Я дам вам список магазинов и небольших супермаркетов. Вы будете по ним ходить и предлагать наши продукты. Я никогда не был на улице. То есть, конечно, был, но никогда не продавал. Не знаю, как это делается. На самом деле, все гораздо проще, чем ты думаешь. У нас есть брошюры, рекламирующие нашу продукцию. Вам придется выучить их на память. А потом, конечно, повторить красивыми словами, чтобы привлечь покупателей. Работа меня не пугает. Не устраивает только то, что работать придется с ним. Если мы поделим территорию, то все будет гораздо проще. Нет, вы будете работать вместе. Реклама делается в группе. Так что работать вы будете вместе. С каждой продажей вы будете получать комиссионные по 50% каждому. Если вы поделите территорию, один из вас продаст 200, а другой два, то комиссионные все равно будут выплачиваться из общей суммы. Конечно, не считая основной зарплаты в 200 песо. 200 песо? Всего-то? Ты так дешево оцениваешь мое время, Бруно? Ты на него посмотри. За такие деньги он работать не будет. Почему-то не буду. О таких деньгах я и не мечтал. Никогда не думал, что буду так много получать. Спасибо, сеньор Бруно. Как я сказала, это длинная история. Началась она недавно, но мне кажется, что прошла целая вечность. Начинай, наконец. Совсем недавно или вечность? Если будешь рассказывать в таком же духе, то очень скоро признаешься, что виновна. Никогда. Единственное, что я делала в жизни, это торговала кофе на улице. Не надо так на меня смотреть. Кофе хорошо продается. Особенно колумбийский. Хорошо, хорошо. Начнешь ты когда-нибудь или нет? Ладно. Все это началось в один прекрасный день, когда я продавала кофе в своем квартале. Кофе, ароматный горячий кофе, сэндвичи, свежие вкусные сэндвичи, сыр с ветчиной, поднимайте руки, сыр с мясом, поднимайте ноги, сыр с яйцом, поднимайте голову. Подходите, покупайте. Гаветы. Подходите, покупайте. Гаветы. Ну что, Виторио, как всегда, в хорошем настроении. Да? Как дела-то? Все в порядке? А что мне плясать? Цены растут, приходится покупать все меньше и меньше. Знаю. Со всеми так, Виторио. Конечно. Тебя это радует? Конечно. Мы бедны, а могли бы быть еще беднее. Но всегда можно найти повод для улыбки. Посмотри, какое яркое солнце. От цветов просто деться некуда. Ты молод и здоров. У тебя красивая и любящая жена. Ну что тебе еще нужно? Улыбайся. Во-первых, у меня аллергия на солнце. У меня тоже. Во-вторых, у меня нет сада, так что я не выращиваю цветов. Я тоже не выращиваю. Я не молод, мне уже под сорок. Сразу видно. Если я потеряю работу, то никогда уже больше не найду новую из-за возраста. Плюс моя жена была красива десять лет назад. Сейчас она весит сто пятьдесят килограмм. Можешь разделить ее на две. Главное, она меня и ненавидит. Конечно, но... Ничего ты не понимаешь. Налей мне кофе. Ладно. Горького, как всегда. Конечно. Что ты на меня так смотришь? Качора. Да так, ничего. Не обращай на меня внимания. Будь всегда такой веселый. Тебе это очень идет. Качора. Иди ко мне, мой милый. Какие у тебя красивые уносики. Ката. Что с ней? Ее хотят выгнать на улицу. Что? Вместе с детьми из приюта. Ката Алина. Монахиня из того приюта, где живет мальчишка, который нашел часы Бруно. Она самая. Вы себе не представляете, сколько труда ей стоит содержать. Этот приют. Как ей приходится напрягать свои мозги, чтобы раздобыть денег. И после этого выгнать ее на улицу. Я не могла этого допустить. И сразу к ней побежала. Я попросила продлить срок. Еще немного подождать. Не выгонять нас. Но его ничем не проймешь. Он что, не знает, что этот дом нужен детям, что здесь их дом, здесь они учатся и могут найти пищу. Конечно, знает, но плевать он на это хотел. Его интересуют только деньги. Он говорит, что ему предложили за дом хорошие деньги. Слишком много, потому что этот дом настоящая рухлядь. Куда мне теперь идти с детьми? Вот этот тип. Хозяин дома. Армен Дарис. Нотариус. Альфонсо Армен Дарис. Неужели профессионал может так поступить? Профессионал. Профессионал-преступник. Вот он кто такой. Эй, парень. Эй. Дай закурить. Ты что, не слышал, придурок? Дай закурить, а то хуже будет. Непонятно? Для тебя у меня нет. Слушай, ты. Дай прикурить, или я сделаю себе котлету. Еще неизвестно, кто из кого сделает. Но смотри у меня. Что? Посмотрим? Или ты передумал? Ты успокойся. Я пошутил. Опусти пистолет. Слушай, он сказал. Хватит, опусти пистолет. Катитесь отсюда, быстро. Как давно мы не виделись. Ты совсем не изменился. Выпьете чего-нибудь? Пиво. Сейчас я на мели. Надо же, а у меня как раз есть для тебя работа. Это тебя интересует? Ага. Садитесь. Перейдем сразу к делу. Скоро нам предстоит договориться через Министерство труда. Думаю, нам есть что обсудить. Конечно, сеньор Моравио. Вы знаете нашу позицию? Точно так же, как вам известна позиция руководства компании. Что вы хотите этим сказать? Мы уже все обсудили. Я знаю, что вы думаете. Главное не то, что я думаю о цифрах. Объективные данные. Вам известно финансовое положение компании. Нас это не касается. Это должно вас касаться. В последнем квартале продажи снизились на 15%. Это еще чудо, что мы находимся на два пункта выше среднего уровня. Но этого недостаточно. Значит, вы не собираетесь менять свое решение? Это значит, мы не можем и дальше мириться с забастовкой. Кому-нибудь другому это рассказывайте. Если вы недовольны цифрами, то урежьте свои расходы. Мы не прекратим забастовку, пока вы не вернете наших товарищей. Если вы не прекратите забастовку, то совету директоров придется принять решение. Скорее всего, нам придется закрыть фабрику. Девчонку считают погибшей. Теперь нам никто не мешает. Имей в виду, тебе нужно быть очень осторожным. Чтобы никто ничего не заметил. Сколько я получу? 3000 песо. Когда ты мне ее доставишь? Четыре. Это мое последнее слово. Ладно, четыре. У вас есть ее фото? Вот. Она же еще ребенок. Через два дня она будет у вас. Никакой она не ребенок. Не заблуждайся. Она настоящая стерва. Скоро ты сам в этом убедишься. Только быть осторожен. Одному типу она нанесла 20 ножевых ударов. Надо же. С таким невинным личиком. Значит, он хотел выгнать на улицу монахиню и 30 детей. Какой же подлец этот нотариус. Какой подлец. Хуже не бывает. Он всегда ненавидел Каталину. Настоящий мерзавец. Настоящий мерзавец. Ты правильно сделала, что его убила. Я же сказала. Я до него даже пальцем не дотронулась. Хотя мне бы очень этого хотелось. Настоящий мерзавец. Я его ненавижу. Мерзавец. Вот он кто такой. Гореть ему в аду. У него сердца нет. Я тебе места не могу найти. Неужели тебе все равно? Конечно, нет. Я всегда помогал Каталине. Только давай подумаем спокойно. Нет, нет, нет. На каком спокойствии. Сейчас же пойдем к этому нотариусу и скажем, что если он выгонит Каталину, мы ему... Успокойся ты, наконец. Мы с ним поговорим, но только спокойно. Спокойно. А что мы ему скажем? Что? 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 Да успокойся ты, пожалуйста. Сейчас я тебе все объясню. У меня есть план. Если он сработает, то этот нотариус сам отдаст свой дом Каталине. А почему же ты не сказал об этом Каталине? Потому что этот план не совсем законен, понимаешь? Нет. Мне нужна твоя помощь. Без тебя у меня ничего не получится. Мне нужно, чтобы ты соблазнила нотариуса, а я все сниму на видео. Тебе почти ничего не нужно будет делать, только чтобы он тебя помнил. Я все сниму, а потом буду его шантажировать. Скажу его жене. Каталина сказала, что он подлец, хотя и строит из себя примерно он. Если его жена узнает, что он бегает за девчонками, то он пропал. Понятно? Скажи мне что-нибудь. Ну? Твой план – настоящее свинство. Я на это не пойду. Ни за что. Почему? Потому что не могу. Так что забудь об этом. Я всегда была упрямой. Правильно говорил мой отец. Но как назло, на этот раз, в самый главный момент моей жизни, я превратилась в Бэмби. Если бы я отказалась, то сейчас продавала бы кофе и сэндвичи, как обычно. И сегодня была бы с папой, братом, со своими друзьями. Все, хватит. Не будешь же ты перечислять весь квартал. Продолжай. Все это очень интересно. Значит, ты передумала и приняла блестящий план своего жениха. Конечно, блестящий. Будь он неладен. Что с тобой? Почему ты молчишь? Очень волнуюсь закатом. Не могу поверить, что этот тип такой подлый. Ладно. Нужно придумать что-нибудь другое. Знаешь, чем больше я думаю, тем больше убеждаюсь, что другого выхода нет. Какого выхода нет? Ты же мне сегодня сам сказал. Да нет, это безумие. Я сморозил глупость. И ты правильно отказалась. Если мы ничего не сделаем, то дети окажутся на улице без крови, без еды и под одним небом. Успокойся. Давай придумаем что-нибудь другое. Ты же не пойдешь на то, что я тебе предложил? А что, разве есть другой выход? Потому что если есть, то я буду счастлива тебе помочь. Но если мы ничего не сделаем, детей выгонят. Наверное, выгонят. Значит, пусть будет, как ты придумал. Другого выхода нет. Сделаем так. Когда все будет готово, я тебе скажу. Какая интересная история. Значит, ты решила соблазнить нотариуса? Твоей фигурой и этими ангельскими глазками, наверное, тебе это было очень просто. Он был такой хохотливый, что даже Бернардо бы его соблазнило. Как неплохо. То, что готовит пиерина, не для моего желудка. Она никогда меня не слушает, когда я ее прошу готовить здоровую пищу. У меня ужасно болит голова и желудок. Все дело не в том, сеньорита Бернардо, что вы едите, а что пьете. То есть едите. Приготовь мне, пожалуйста, липового чаю. Сейчас, сеньорита Бернардо. Дети уже вернулись из школы? Да, Лаутаро вернулся, он в своей комнате. Но Хосефина еще нет. Сегодня у нее первый рабочий день. Рабочий день? У Хосефина? Надеюсь, это не очередная ваша дурацкая технология? Нет, я здесь ни при чем. Дело в том, что сеньор Бернардо и Хосефинардо поссорились и за Санчо, мальчишки, который начал работать на фабрике. Вы его помните? Нет, не помните, вы тогда слишком выпили. Вот сеньор Бернардо и раздразнил ее, сказав, что она не сможет работать лучше, чем с Санчо. И она согласилась. Так что сейчас она, наверное, на фабрике. На фабрике? Моя племянница на фабрике с простыми рабочими? Этот Бернардо стал просто невыносим. Ладно, пойду посмотрю, не нужно ли помочь Лаутара. Потом поговорим с Пьерем. Идите, вам платят не за сплетни. Лаутара. Лаутс. Запечев, лаутс. Можешь ударять?! Лаутс. Лаутс. Запечев, Brеier. Но не может получиться, мeri. Лаутс. Б Ho RCs. На два часа бухаен . Лаутс. Мовfulness Бар outfit. Вас jumped на ее especial. Это не Лена, которая я認識. Как ты можешь сказать? Как вы видите что-то? Как вы подняли с другой области? Да, ты в школе. Я тебя я не знаю, это я не знаю, это я не знаю. Она, вот, вот. Я тоже знаю в этом. Это я знаю. Ну, немного, но я очень. Но вы не сможете быть так. Вы будете быть такой. Потому что, если бы, если бы, то, что, Сантихо и Франциско это еще раз еще. Ты раз, ты раз. Я уже такой, чтобы я не могу с удовольствием, чтобы я не могу. И я, чёртая, я знаю, я это говорю. Это пухлая из-за чего-ли. Ты послали ровиолю, который я уйду за 15 минут. Да, 5 минуты. И ты, не будешь меня, я что в хору, который я не буду. Да, я не могу, это пухлая. Я уйду, это пухлая эта. Санти, ты мне рассказал про древиолю за больнизмами на сентябре 5? Вот этот плакет. Cuidado que está caliente, ¿eh? Тiene кесе puesto, ¿ya? ¿Sí? Bueno, creo que tengo todo listo. ¿Hola? Hola, ¿qué tal? ¿Le puedo servir algo? Un cortado. Sí, cómo es. ¿Van, ты, мне дайся un cortadito, por favor? Sí. ¿Qué te pasa, Tuchón? ¡Ah! Que soy una basura, eso me pasa, porque mi hermana se está comiendo un garrón horrible y yo lo único que hice fue volver conmigo, a por cierto... Nada, yo no puedo hacer nada, nada. Ya está, está perdido, ya está. No, no, por favor, no te tortures. Vos no tenés la culpa de nada, querido. Pero, ¿cómo podías saber vos, criatura? Vamos, mi amorcito. A ver, dime, chicos. ¿Dónde me tengo que aprender todo esto, yo? Es una bocha. Ay, es una pavada, hay que ser demasiado tonto para no aprendérselo, querido. No creas que es tan fácil, Josefina. A los negocios los visitan promotores todos los días, de todos lados. Uy, entonces a mí me van a sacar rajando. No, Sancho, mira, yo fui promotora. Y hay muchas veces que no te dan bolas, pero hay técnicas para atraer la atención del cliente que... O sea... Va, ¿le puedo dar unos secretitos? No, no, gracias. Guardátelos para tus amiguitas, ¿sabés? Y ahora dedicáte a lo tuyo. Atender el teléfono, pintarte las uñas y leer revistas mientras haces pis. Porque eso es lo que hace una secretaria, ¿no? Nada que ver, hago muchas otras cosas. Ay, sí, me he olvidado. Mucho en darle a mi hermano todo lo que hacen los empleados, ¿no es cierto? Vamos, Sancho. Eh... La organización de Esparta tiene tres características que la diferencian de las demás ciudades de la época. ¿Una? Una es la... 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 Di... 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 Sí. Era un gobierno que tenía dos reyes, pero que estaban... Estaban, eh... Eh... Vigilados. ¿Por? Por la... 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 La asamblea y los aristócratas. Lautaro, lo estudiamos veinte veces. ¿Cómo puede ser que no te acuerdes? No, ya sé, pero... No, no sé, no me queda. Pero te tiene que quedar negro. Te vas a sacar un cero así de grande. Bueno, ya sé, ya sé que me voy a sacar un cero, pero no, no, no puedo. Está bien, está bien, está bien, está bien. No, no, no te preocupes, de verdad. Déjame pensar en algo, a ver. Sí, eh... Por algo sos psicopedagoga. O sea, algún método de estudio tiene que haber. Obvio, Lee. El método que se te ocurra, mamita lo sabe. Pero tengo que encontrar el método indicado para vos. El método milagre. El método milagre. El método milagre. Seguro, ella se derrubou. ¿Qué es lo que hagas? En este caso, me tengo que ver. La mujer, la mujer, la mujer, que escribió en la red. Hablan de la policía. El método de la mujer. Es que ella. Santera, su esposa. Y Francisco, su esposa, un padre, su esposa. ¿Qué coincidiste? Es solo, no, que es posible que titular. La mujer, mi vida, nunca tan tan. No, ni con la憂ü para la granada. Конечно. Представляю, каково вам сейчас. Ее брат и отец вне себе от горя. И мы тоже. Мы очень ее любили. Она была... Она была... Простите, что довел вас до слез. Я не хотел. Да ничего. Вы здесь ни при чем. Я просто не могу не плакать. Сейчас принесу вам кофе. Вам булочку или печенье? Булочку. Сейчас принесу. Посмотрим. Так, так, так. Пожалуйста. Где здесь оглубление? Язык. Основные направления. Методы. Методы. Здесь. Методы обучения. Что-что? Полторы тысячи страниц? Ладно, посмотрим здесь. Например. Вот. Это уже кое-что. Немного, но уже кое-что. Послушай, Херман. Вы с Франциско хотели все сделать как можно лучше для Качуры. Вы думали, что так ей будет лучше. И Ката была с вами тоже согласна. Да, да, знаю. Но какое это теперь имеет значение? Конечно. Но если ты будешь себя казнить, то все равно ее не вернешь. Вы же хотели сделать как лучше. Да, знаю, знаю. Вы же не знали, что все так получится? Я просто хочу тебе сказать, что нужно жить дальше. Ты не понимаешь. Это я виноват, что ее больше нет. Только я один. Нет, не ты. А просто слепая судьба, Херман. Я говорю не о последней ночи. А о чем? Ни о чем. Объясни. Ни о чем. Что-нибудь еще? Ну какой теперь смысл? Раска Чора погибла. Мне не хочется побыть одному. Ладно, я сейчас уйду. Но хочу тебя кое о чем попросить. Обещание, что ты это сделаешь. Да? Да, что ты хочешь? Откажись от этого фильма. Не нужно в нем сниматься. Ты не в том состоянии. Ни физически, ни эмоционально. Не волнуйся, все будет в порядке. Гаспар сказал, ты хочешь сделать что-то очень опасное. Гаспар ничего не знает. А вдруг что-нибудь случится? Ты очень рискуешь. Я же вижу, что ты хочешь себя наказать. Пожалуйста, посмотри на себя. Не надо себя так убивать из-за своей вины. Прошу тебя. Не убивай себя. Что ты говоришь? Я не собираюсь накладывать на себя руки. Я профессионал. Придумала. Теперь ты все выучишь. Слушай меня внимательно. Ты должен ассоциировать все с тем, что ты знаешь. Понял? Нет. Чтобы запомнить урок, представь себе, что ты не в Буэнос-Аресе, а в древней Спарте. Твой дом это не дом, а королевский дворец. Здорово. Кто живет во дворце? Короли, иерархи. Помнишь? Да. Итак, кто эти два короля? Не знаю. Их два. Один добрый, а другой злой. Это Бруно, когда он в хорошем настроении. А значит, почти никогда. Другой это злой король, который тоже Бруно, но в плохом настроении. И значит, почти всегда. Это и есть главный угрюмый король. Теперь кто этих королей контролирует? Тетя Бернарда. Молодец. Тетя Бернарда это аристократия. Она все время воображает и думает, что она лучше всех. А кто еще контролирует королей? Ну-ка. Ассамблея. Народная ассамблея. Это ты, Хосифина и я. Той? Простые люди. Понимаешь, да? Здорово. А тогда, Фьерина, это совет старейший. Да? О, отлично. Теперь у нас дело пойдет. Теперь давай посмотрим на гражданскую армию. Конечно. Как интересно с тобой заниматься. Еще бы. Я не просто учительница. А лучшая учительница. Пойдем в бар и прочтем эти проспекты, а потом придумаем, что делать дальше. Нет, не в бар. Пошли просто в парк и посидим на скамейке. В парк? Еще чего? Там очень холодно. Почему холодно? Мне совсем не холодно. А мне холодно. К тому же там очень неудобно. Ветром у нас все разнесет. Нет, это не имеет смысла. Ладно, скажу все прямо. У меня нет ни цента, чтобы идти в бар. Сестра Каталина Ели-Ели нашла мне денег на автобус. Так бы сразу и сказал. Я одолжу тебе денег. Нет, не надо. Я не люблю брать взаймы. Санчо, вернешь, когда получишь зарплату. Мне не к спеху. Смотри-ка. Там какой-то бар. Пошли. Вот ваш липовый чай. Положи это туда. Да, только будьте осторожны, когда будете пить. Не поднимайте слишком локоть. Ты что, издеваешь? Нет, просто хотела вас предупредить, чтобы вы не облились. Это что, яд? Или повеча это лекарство. Если хотите что-нибудь повкуснее, то могу приготовить вам пунш. Что-то ты слишком осмелела. Как бы тебе не оказаться на улице, можешь идти и подумать, что будешь готовить на ужин. Хорошо. Что-нибудь легкое. Берни. Меча, дорогая. Ты ужасно выглядишь. Что с тобой? Это все из-за стрипни пьериной. Она расстроила мне всю пищеварительную систему. Присаживайся. Да. Не понимаю, почему Бруно ее никак не уволит. Бруно у себя? Нет, он еще не вернулся. Не может быть. Мы договорились встретиться, чтобы сыграть с Тенни. Тенни? Как хорошо. Ему нужно отвлечься от этих скандалов на фабрике. Если только мы не опоздаем на корт. Да. Любимый, где ты? Я у тебя дома. Что ты там делаешь, Бруно? Сразу бы так и сказал. Ты же знаешь, на фабрику мне гораздо ближе. Ладно. Уже выезжаю. Целую тебя. Пока. Я поехала. Меча, постой. Сядь на минутку. Мне нужно кое-что тебе сказать. Что случилось? Послушай, дорогая. На твоем месте я бы не спускала глаз. Росарио. Зачем? Что случилось? Ничего особенного. Просто она мне не нравится. На говернантку она не похожа. Вечно сует свой нос в наши домашние дела. И ее поведение. Она уже полностью завоевала Лаутара. И, возможно, скоро завоюет Хософину. И ее следующей жертвой может стать Бруно. Ты так думаешь? Легче предупредить, чем лечить. Мы знаем, как она вульгарна. Судя по тому, как она одевается. Хотя, возможно, для мужчин это и привлекательно. Да. Ты думаешь, она нравится Бруно? Нет, конечно, нет. Она так не воспитана. Тем не менее, дорогая, каким бы воспитанным и культурным не был мужчина, он все равно мужчина. Он слишком слаб, чтобы побороть соблазн. Понимаешь, что я имею в виду? Понимаешь? Тебе еще что-нибудь известно? Нет. Обещай, что если ты что-нибудь узнаешь, сразу мне скажешь. Разумеется. Успокойся, это все... Но мы должны быть на чеку. Пока я здесь, я буду за ним следить. Не спущу с него глаз. И ты должна делать то же самое. Политическая организация города-государства Моравия-Спарта имеет три черты. Иерархия состоит из двух королей. Первый — это Бруно, а второй — старый угрюмый, то есть два короля в одном. Далее — это аристократия, которая контролирует все, как Бернарда. Молодец. Аристократия дает королю власть или забирает ее у него. Здорово. Все посты занимает аристократия. Далее. Иерархия — это Народная Ассамблея. Правильно. Мы не можем принимать решений или высказывать свое мнение, но можем голосовать за или против. Правильно. Молодец, мой маленький Эйнштейн. А теперь повтори еще один раз и будешь все знать наизусть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Мы ошиблись в оценке реорганизационной структуры? Дело не в этом. Разве мы в этом когда-нибудь ошибались? Никогда. Я говорю о том, чтобы куда-нибудь пойти с Росарио. Думаю, тебе не стоит вмешивать в это меч. Пабло, я должен ехать на теннис. Послушай меня, всего одну минуту. Я уверен, что Мичи это не понравится. Стоит тебе открыть рот, как она сразу что-нибудь заподозрит. У меня другой план. Мы поступим по-другому. Как по-другому? Пойдем тайно. Как тайно? Я с Росарио, а ты, например, с Вероникой. Вероника. Ты что, спятил? Как я пойду со своей секретаршей? Вот именно. Она пойдет в качестве секретарши. Это будет деловой ужин. Просто, чтобы помочь мне, Бруно. Ни в коем случае, если об этом узнает Мичи, то оторвет мне голову. В этом-то и заключается гениальность моего плана. Мичи никогда об этом не узнают. Вероника знает, что стоит ей открыть рот, как мы сразу ее выгорем. Пожалуйста, сеньор Бруно, не увольняйте меня. Я никогда не выдам секретов фирмы. Успокойся, Вероника. Мы говорим не о тебе, это другая Вероника. Что ты хотела? Звонила сеньорита Мичи, она ждет вас в машине. Спасибо. Простите. Подумай об этом. Извини, мне надо на теннис, поговорим потом. Только не говори, Мичи или ты все испортишь. Пабло, если Мичи согласится, то хорошо, а если нет, то забудь об этом. Бруно это власть. Он это два короля в одном. Бруно и старый горький король. Бернардо это аристократия. Она лает и кусается, как собака. Что я только что слышала? Могу я узнать, что здесь происходит? Мы с Лаутаро учим урок. Завтра у него устный экзамен по истории. Хватит лгать. Я прекрасно все слышала. Вы смеялись над семьей. У вас очень странное представление об образовании. Нет, просто Лаутаро никак не мог понять политическую организацию Спарты. И я придумала... Росарио показала мне новый метод. И я сразу выучил весь урок. Просто мне надо представить, что Спарта это наш дом. А Бруно... Бруно это король. Какая чушь. Ты все перепутаешь, когда будешь давать экзамен. И мы с тобой все будут смеяться. Я этого не позволю. Не позволю. Спарта состоит из аристократии и короля, который... который... Хватит. Ваши методы не только неуважительны, но и просто вульгарны. Послушайте, если вы будете на него так кричать, то ничего удивительного, что он заикается, как я. Прекрасно. Теперь я виновата в том, что вы ни на что не годитесь, как гувернантка. Ничего. Бруно все это узнает. Узнает. Не волнуйся, Лутор. Ты молодец. Давай повторим еще один раз, и получишь 10 баллов. Ты знаешь... Что? Хочу тебя кое о чем спросить. Если хочешь сделать мне предложение, то я уже согласна. Нет, я не об этом. Ты знаешь, что у меня творится дома? У детей не все в порядке. Я призы Бернарды. А теперь еще это Росарио. А Чавал. Конечно. Росарио. А Чавал. Что с ней? Ты знаешь, Росарио очень одиноко. В последнее время она очень расстроена. Боюсь, это может отразиться на детях. Да, ты прав. У нее депрессия. Я часто вижу, как она расстроена и подавлена. Добавок, она думает, что за ней все время следят. С точки зрения психологии, это паранойя. Ну, нет, не до такой же степени. Причем здесь паранойя? Конечно, паранойя. У нее нет никакой логики. Да, ты права. Никакой логики. Я думаю, это связано с ее одиночеством, потому что эта девушка живет одна, у нее нет семьи. Она в чужой для себя, в стране. И тяжело. Это не совсем так. Она из Ругва, это рядом. На другой стороне реки. Я знаю, Максер, но это непросто. Наверное, мне нужно что-то сделать. Я должен в это как-то вмешаться. Прекрасно. Прекрасно, что ты наконец принял решение. Рад, что ты меня поняла, дорогая. Кто ж тебя еще поймет? Прекрасно, что ты решил ее уволить. Ты знаешь, я не такая как Бернарда. Она вечно жалуется на служащих. Но в этом случае я полностью с ней согласна. Чем раньше она уйдет, тем будет лучше. Пусть у нее сотни дипломов, но она оказывает дурное влияние на Лаутара и Хософину. Может быть, ты и права. Но не думаю, что я должен ее уволить из-за того, что ей одиноко. Не должен? Я так не думаю. В таком случае, о чем ты хотел меня спросить, Брубин? Дело в том, что, имея в виду эту ситуацию с Росарио, я подумал, я подумал, ты могла бы ей помочь стать ее подругой. Что? Ты что, спятен, Брубин? Что ты мне предлагаешь? Причем здесь я? Что это за дикая мысль? Да, ты права. Это плохая мысль. Забудь об этом. Забудь. Принимая во внимание льготную систему оплаты, мы рекламируем самый широкий ассортимент товаров, который предоставляет наиболее разнообразную и престижную линию товаров и служит повышению престижа наших продуктов. Купив каждые 10 килограммов пасты Морави, вы получите... Получите. Еще 10 килограммов. И в широком ассортименте... Ассортименте. Ты совершенно не умеешь считать, как моя воспитательница. Хотя, может, это она делает умышленно, я не знаю. Слушай, лучше я пойду домой. Выучу все там наизусть, а завтра продолжим. Спасибо за это. Никуда ты не уйдешь. Мы прямо сейчас начнем работать. Что? Ты шутишь? Я ничего не помню. Лучше выучи все это наизусть, а завтра все буду знать. Послушай, сегодня я буду работать одна. А ты смотри и учись. Кругом полно магазинов. Пошли. Официант, счет, пожалуйста. Что со мной? Чего я хочу? Никак не могу наесться. Насколько мне поставить? На полторы минуты? Росарио. Хотел сказать, что скоро конец недели, и вам нужно познакомиться с Буэнос-Айресом. Здесь много красивых мест. Да, Министерство труда, например. Нет, я пошутила. Лучше я останусь и проверю цифровки у детей. Еще мне нужно прибраться в своей комнате, но все равно большое вам спасибо. Не за что. И все-таки вы очень любезны. Не за что. А как насчет фабрики? Как у вас там дела? Все очень сложно. У нас что-то вроде передышки, потому что Министерство труда приняло обязательное решение. Всего на несколько дней. А когда они пройдут, думаю, все будет еще хуже. Значит, вас будут кидать не просто камни, а берлинскую стену? Надеюсь, что нет. Нет, конечно. Когда я взял на себя руководство фабрикой, то знал, что столкнулись с такими проблемами. К тому же мы уже установили новое оборудование, а старое никто не хочет покупать. Целый склад полон старыми машинами, и никто их не покупает. Какой ужас. Это означает дополнительные расходы, плюс ситуация в стране, снижается уровень продаж, не знаю. Я, наверное, надоел вам со своими проблемами. Нет, если только вы не снизите мне зарплату. Нет. Я пошутила. Я же вижу, что вам нужно выговориться. Говорите, говорите. Так, как вы сделали вчера? Нет, не напоминайте мне об этом. Я должна перед вами извиниться. За что? Об этом я и хотел вам сказать. Если вам потребуется любая помощь, что бы ни случилось, не стесняйтесь. Я с удовольствием. Ради бога. Обращайтесь ко мне. Микроволновка. Вы что-то готовите? Нет, это оладьи пьеррины. Никак не могу ими наесться. Вы их все съедите? Хотите попробовать? Нет, большое спасибо. Пьеррины – самый лучший поварих на свете. Да, самый лучший на свете. Ну, попробуйте, это очень вкусно. Ладно, оставляю вас с вашими оладьями. У меня еще дела. До свидания. Спасибо, до свидания. До свидания. Пока. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...